Так, друзья, всем привет. Сегодня играем в Лося. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом 2022. Смотрите, какой персонаж. Так, а ну, заткнулись там, быстро, а то стрельну, блядь, я не с вами разговариваю. Так, ну что, воевать идём сегодня или будем сисимять? Идём, идём, конечно. Так что, продолжаю, друзья, ещё раз всех с наступающим Новым Годом. Карта у нас высота. Это лесная карта, Хюнгерский лес. Вроде бы раньше она называлась, сейчас высота 400. Поиграем, наверное, блин, не знаю, занято за пиндосов. О, открылось. Играем за пиндосов, побегаем с винтовочкой и всё в таком роде. Как бы так, вот такой мне пиндосёнок. Возьмём гранатомётчика, пока не занят. Как бы вот так. Дали ему шмотки новые. Зелёнка, чисто зелёнка, она больше подойдёт под лес. Есть разные шмотки. Ну, дали зелёнку, пойдём, пойдём зелёнки. Как бы вот так. И постреляем, ворвёмся в бой, потому что бой уже идёт, идёт давно. Ну, как давно? Ну, блин, так, середина наполовину. Ну, погнали. Не будем ничего менять. Всё, погнали, парни. Говорить больше ничего не буду. Короче, прокомментирую некоторые моменты. Может быть, атака, война. Всё, погнали. Так, ну, у нас тут оборона. Получается оборона. Надо оборонять эту точку. Нас лежали. Головы-то уже и не поднять. Первый выстрел, первый в голову. Замечательный. Бой начался отлично. Так, надо лезть поудобнее, поудобнее, поудобнее. Комка. Так, ну что, продолжаем. Началось нормально. Так, накидали не дымов. Дымов сейчас будет, ну, атака, по-любому. Потому что зачем дымы кидать. Но пока никого не видно. Так, готов. Ещё один. Да смотри, какой живучий, а. Если бы всем по одному выстрелу хватило, я бы ему пять. Ну, не мазал же, да? Правильно. Не мазал, попадал в ролик. Так, ещё один. Вот. Один выстрел труп. Замечательно. Так, пошла арта. И арта, по-моему, не вражеская, по-моему, наша арта. Ну, сейчас дойдёт от меня, блин. Постоянно вот. Самый хреновый. Вот как в жизни гибнуть от арты, да? Вот. Я же сказал. А-а-а-а. Хорошее место было, блин. А-а-а. Так, идут-идут двое. Ах, баги, смотрите, я текстуры не пробиваю. Ну вот, только здесь более-менее. Так, ещё двоих завалил. Всё. Готов. И победа. А победа лучше обеда. Так, далее. Следующая карта. Да, и следующая сторона. Играем за фашиста. Не берём третьего уровня гранатомётчика. Мне почему-то нравится играть именно с гранатомётом, а не со взрыв-пакетом. Вот это слот. Можно ставить пушку средней, а последний просто со взрыв-пакетом. Как бы вот так. Ну, я... Чё-то... Наверное, побегу с этим. С гранатомётом. А, хотя, подождите, это уже другой чувак. Я, бля, не вижу ни хрена. Короче, я взял пехотинца, так как пока я, бля, выбирал, гранатомётчик уже взял. Я иду с пехотинцем с пистолетом. Прикиньте, пехотинец вооружён намного лучше, чем, допустим, какие-то специалисты. У него есть пистолет, четыре гранаты, четыре дымовые гранаты, винтовка. Ну, короче, он такой... Бойприпасы может давать. Короче, он такой вот. Боевик. Ты смотри. На, темно. Пяток. Чуть-чуть я перейстил. Так, не приноси. То, что я перейстил, либо долго ползу дальше, до следующего врага. И вы меня завалили. Как бы вот так. То есть я перейстил пробелы, где смотреть неинтересно. Поэтому вот, когда люди стримят шутеры, вот, реально смотреть неинтересно, потому что пока они там костюмизацию выберут, пока они что, пока это что. Вот, четыре гранаты. Четыре гранаты, четыре дымовые, или две дымовые. Можно целые несколько квадратилов закидать гранаты. То есть получается, пикотинец намного вооруженнее, нежели специалистами. Так, стоп. Вижу, есть. Готов. Самое главное занять позицию хорошего, и тогда отстрел будет шикарный, как на охоте. И главное, чтобы читаков не было со стороны врага. Тогда игра реально радует, игра интересна, и воевать интересно тоже. А читаки могут быть разные. Во-первых, маркер на карте, то есть они видят, где сидят противник, может пройти с другой стороны. Да, рядом. Портретник утралок, убирается все деревья. Ну, по-моему, все деревья пустые, все убирается, вас видно. Держите, как на этом. На голый тильский, просто. Как в пустыне. Инженер, тебе соплайку нужно. Читов очень много на лося, кстати. Я смотрел, интересовался, так сказать. Так, готов, надеюсь. Так, готов, надеюсь. Повтора смерти в этой игре нет. Поэтому только доглядывается. Хорошее местечко. Я лежу прямо рядом с точкой, буквально, как называют его игроки, триггер. Буквально у меня ружье в триггере, а сам я как бы за триггером. То есть противник захватил и теперь обороняется. Но я его валю. Ему это не нравится. И он начинает появляться на другой точке, уже не в триге. И тем самым, в принципе, я могу начать захват. Либо, если подоспеют друзья, товарищи, и мы, в принципе, можем точку отбить, если их постоянно убивать, вот так мучить. То есть, в принципе, один человек может сделать бой, в принципе. Вот сколько я их уже завалил? Ну, человек 15, в принципе. давайте все с каррика на амбар срочно через повторное развертывание все туда так это я удачно зашел как так ближний бой вот видели как пистолет добить добить помогает а если из винтовки в ближнем бою промахнулся все я был бы зарядишься пока что а устилка намного громче чем и пистолет какие отряды и а а а а а а а а я думаю что так много народу постоянно играет за пехотинцев да потому что так стойте стойте еще во первых у пехотинца нет никакой специальности и его горе командиры которые заходят любят покомандовать и все такое его не трогают потому что он в принципе как специалист никакой но и на а народ играет за него очень много теперь я понимаю почему потому что он очень вооружен никаких горе командиры вас не трогат и не тыркает прибеги сюда давай сюда давай здесь человек играет просто заплатил на все им стреляешь то хочет играть нормально то есть просто стрелять бегать воевать как ему хочется это же все-таки не армия правильно так нормально и пострелял нехило так ну что блин хорошо и повалил там место воплое вообще удачная а 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 так что для тех людей кто начинает играть в принципе если вы не хотите как камикадзе бегать с гранатометом подрывать танк который не подарется либо со взрыв пакетом просто берите пехотинца и в принципе сам это самый класс никто вас дергать не будет ни приказами ничем то всякие эти молокососы блять которые выучили пару слов там что такое соплайка что такое качели и думаю что они командиры как вот так так что берите пехотинцы играйте самое самое то так дальше я полежал они перестали возрождаться перестали бегать мне пришлось идти туда на саму зону чтобы это понять что же происходит но я ее не захватываю это говорит о том что у них здесь есть авампосты есть гарнизон где они возрождаются и постоянно находятся на этой территории сверху на 160 вот я хожу уже в середине карты в середине этой зоны и пока никого не видно все глухой подбежался уничтожил либо авампост а теперь надо залечь куда-то потому что они все равно прибегут назад надо залечь опять выбрать место чтобы у вас какая-то лево-право и задняя часть была перекрыта либо домом либо камнями либо корнями чтобы у вас был небольшой обзор но этот обзор был именно в том направлении где будет передвигаться враг вот так я всегда так делаю всегда работаю так есть есть нет 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 все готов 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 всеп için все 15 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok